Реализация национального проекта здравоохранения в первом полугодии стала главной темой очередного заседания правительства Тверской области, который провел губернатор Игорь Руденя. Было отмечено, что по привлечению федеральных средств в рамках нацпроекта Верхний Волжий занимает пятое место в ЦФО. О том, что уже сделано и о том, что предстоит, в материале нашей съемочной группы. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача выстроить всю отечественную систему здравоохранения на новой технологической базе, поставить современные достижения в медицине на службу гражданам страны. С этого заявления, открывая очередное заседание правительства Тверской области, начал глава региона Игорь Руденя. Сегодня в Верхневолжье ключевыми направлениями работы являются развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объема в диспансеризации населения, что должно способствовать увеличению средней продолжительности жизни наших граждан. Он должен дойти до 77 лет в 2030 году и в 2024 году, это 72, чуть больше 72 года. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тверской области обновляется материально-техническая база сосудистых центров. Так, до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию ангиографический комплекс, передвижной аппарат УЗИ и комплекс ультразвуковой диагностики экспертного класса в областной клинической больнице. Комплексы УЗИ в Ржевской, Бежевской, Нелидовской, Вышневолодской ЦРБ и городской больнице номер 7 города Тверь. А также дополнительное оборудование для перемещения пациентов в городской больнице номер 6 областной столицы. Мы понимаем, что для нас ключевым является это обеспечение медицинскими кадрами. У нас порядка 560 врачей, это дефицит по области. Мы планируем его закрывать в том числе и с участием образовательных учреждений Тверской области. И более 1100 человек, это средний медицинский персонал, который в том числе должен работать в ФАПах и в первичном звене. В рамках реализации национального проекта до конца 2022 года планируется создание второго регионального сосудистого центра и центра амбулаторной онкологической помощи на базе Ржевской центральной районной больницы. С 2023 по 2024 годы такие же онкоцентры будут открыты в Нелидовской, Бежевской и Киморской ЦРБ. Кроме того, до конца 2023 года планируется завершить строительство нового комплекса детской областной клинической больницы. Запланировано приобретение 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 15 модульных врачебных амбулаторий, строительство детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах.